Приветствую вас и в своем ответе я буду опираться на психоаналитическое учение, в частности учение Фрейда о оговорках, которые здесь имеют место быть. Он, ваш мужчина, безусловно думает о бывшем. Думает, потому что она присутствует в его жизни и он общается с ней по поводу общего ребенка. Вопрос в том, как он о ней думает. Вопрос в том, в каком именно контексте он о ней думает. Потому что совершенно очевидно, что он хочет жить дальше, иначе бы он не был с вами. Совершенно очевидно, что он хочет продолжать жить, но она как бы не пускает его. Потому что он постоянно вынуден с ней общаться по поводу общего ребенка. И соответственно, исходя из этого, можно говорить о том, что мужчине просто тяжело выносить тот факт, что она присутствует в его жизни вообще. Ему тяжело осознавать, что она, эта женщина, в его жизни есть. И его оговорка провоцирована тем, что он о ней думает. Вопрос в том, в каком контексте мужчина думает об этой женщине. Например, он боится, что она его использует. Например, он боится, что она его шантажирует, что она как-то подавляет его, принижает его и так далее. Такое вполне может быть. Она действительно может его подавлять. Она действительно может его принижать. И она действительно может мешать ему. Она действительно может мешать ему. Выстраивать свою жизнь, ну, хотя бы, например, с вами. И вот, собственно говоря, именно об этом, о том, что она ему мешает, я хотел бы, чтобы вы, как следует, подумали. Потому что вот то, как вы ведете себя сейчас, при всем моем понимании вашей ситуации, при всем моем понимании того, как вам неприятно, как вам тяжело и болезненно испытывать на себе. И вот в подобную ситуацию вы можете, сами того не делая, испортить отношения со своим мужчиной, если будете действовать вот так, как действуете сейчас. То есть устраивать скандалы, вместо того, чтобы попытаться разобраться с тем, что, например, им движет, что, например, заставляет мужчину снова и снова повторять ее имя. Я понимаю, что вам это неприятно, но, скорее всего, тяжело ему. И вот этот момент, данный аспект, нельзя сбрасывать со счетов. То, что он хочет с вами отношения строить, я думаю, не подвергается никакому сомнению. Ну, не может подвергаться сомнению этот факт, что именно с вами он хочет выстраивать отношения, но нужно понимать, что ему что-то не дает. И вот то, что ему не дает, то, что не позволяет ему двигаться дальше и выстраивать с вами отношения и ассоциируется у него с этой женщиной. Может быть, это и есть чувство, например, несвобода. Может быть, это и есть ощущение того, что он заперся в клетке, например, и так далее, так далее. Но совершенно однозначно, что вы здесь немножечко торопитесь с выводами, хотя я и понимаю, что вам неприятно. Копните немножко глубже. Копните немножко глубже в том, что вашего мужчину вообще волнует. Вот копните чуть-чуть поглубже. Копните немножко вперед. Не позволяйте себе отвлечься на вот эти вот факторы внешние, такие как ревность, такие как поназрение, такие как неуверенность в себе, может быть, да, и так далее. Вот. Не позволяйте себе отвлекаться на эти раздражающие факторы, которые будут всегда и на которые, как это не, может быть, неприятно звучит. То есть вы соглашались в тот момент, когда решали с мужчиной, с этим мужчиной, да, связать свою жизнь. Когда вы соглашались, например, на то, что у него есть ребенок, значит, другой женщина, это значит, что и другая женщина в его жизни присутствует, скорее всего, будет, и ребенок будет присутствовать в его жизни тоже. И вы соглашались на это. Я понимаю, что вы не соглашались на то, чтобы вас называли чужим именем, но мужчина это может делать потому, что так у него работают ассоциации. Что это значит ассоциации? Это значит, что если, например, у человека есть какие-то проблемы, если, например, у человека есть какие-то негативные переживания, связанные, например, с вами, то есть он оказывается в ситуации, которая на ассоциативном уровне похожа на ту, в которой он был до этого, например, то, скорее всего, он как раз таки и назовет вас именем другой женщины, ну просто потому, что так сработали его ассоциации, и это значит, что он где-то на подсознании привык какие-то элементы своей жизни ассоциировать с ней. Это нормально, если учесть, что у них все-таки есть общий ребенок, и это, ну, к сожалению, неизбежно. Другое дело, что надо бы вот проанализировать, я бы сказал, то, что происходит между ним и его бывшей, попробовать, быть может, помочь ему, быть может помочь ему преодолеть какой-нибудь конфликт свой, например, внутренний конфликт, который не позволяет ему, скажем, как я уже говорил, двигаться дальше. Другое дело, что вы устроили ему скандал для того, что он упомянул имя бывших, и это не может не говорить о том, не может не наводить на мысль о том, что может быть, может быть, но не факт, вы в себе сомневаетесь, может быть, вы опасаетесь того, что мужчина вас бросит, может быть, вы на подсознательном уровне вступаете в определенную борьбу с ней, с этой бывшей женщиной, и из-за этой борьбы вы чувствуете себя менее защищенной, отсюда и ваше подспудное желание как-то вот бороться с ней, как-то вот противопоставлять себя ей, ну и так далее. То есть вот я полагаю, что об этом вам тоже можно будет подумать, потому что со своими подозрениями, своими какими-то вот моментами подобного рода вы рискуете отношения разрученки. Если они вам дороги, то старайтесь не совершать каких-то поспешных выводов, старайтесь все-таки не спешить с выводами, вот, а старайтесь проникать в суть проблемы, старайтесь определить именно с суть проблемы и уже с ней, с этой сутью проблемы уже работать. То есть я имею ввиду, что если у мужчины есть какие-то проблемы, то ему в этом и с этим помочь, например, помочь справиться, например, с его трудностями, с его конфликтами, с его, может быть, распутин, с его чувством вины, и который является, между прочим, довольно мощным стимулом к тому, чтобы называть вас чужим именем, если он чувствует себя виноватым перед этой женщиной, именно в контексте своего ребенка, которого он, например, бросил, и на которого теперь эта бывшая женщина, возможно, акцентирует внимание мужчины. То есть вот подобные моменты нельзя брать со счетов, их обязательно нужно учитывать, а по скандалике и по ругаться вы можете всегда. И отношения разрушат, вы тоже всегда успеете, поэтому не торопитесь и спокойно постарайтесь во всем разобраться. Я понимаю, что вам неприятно, но проявите здесь мудрство и помните о том, что вы все-таки выбрали мужчину вот с таким багажем, с таким прошлым, а значит оно у прошлого и о багаж будет давать о себе знать. Вот таким вот даже проявлением. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!